За порцией свежего воздуха они отправились в деревню и остались там на постоянное место жительства. Семья Смирнова продала все имущество в соседних набережных Челнах и переехала в Менделеевский район. Сейчас планируют завести овец, коров и лошадей, но денег на бизнес не осталось. На какие гранты может рассчитывать семейство узнавала моя коллега Екатерина Кудинова. Городские джунгли они сменили на лесные массивы. Вот уже третий год семья Смирновых живет на лоне природы. Пока здесь только один деревянный домик, но в будущем они планируют заняться фермерством и экологическим туризмом. Работать на земле Ольга Смирнова мечтала с детства. Когда жизнь в городе окончательно приелась, купили на дел в деревне. Педагогическую деятельность женщина сменила на агробизнес. В глухой деревушке она хочет заняться сельским туризмом и сдавать дома в аренду. Для досуга отдыхающих многодетная мама планирует завести ферму с овцами, козами, лошадьми и другими животными. Чтобы люди, семьи с детьми приезжали в деревню, посмотрите здесь какая у нас красота, незабываемые впечатления, чтобы получили. Именно жить на природе, заколоть дрова, того же ягненка заколоть, сделать шашлычок. Дети бы покатались на лошадке, коровку бы посмотрели, подоили бы там козочку. Для приезжих возведут гостевые домики. Один из них уже есть. Пока приходится здесь жить самим хозяевам. Денег даже на коровы сейчас у семьи нет. За помощью они обратились в управление сельского хозяйства и продовольствия Менделеевского района. Но чтобы попасть в программу, молодые фермеры столкнулись с жесткими требованиями. В выписке по хозяйственной книге должно быть написано, что она вела личное подсобное хозяйство хотя бы. Что у нее был скот, что она что-то держала, что она что-то знает. Потому что приобрести скот, за ним же надо ухаживать, уметь это ухаживать. Поэтому именно критерием одним является то, что у человека должно быть стаж работы в сельском хозяйстве. Или образование. Именно в сельском хозяйстве. Ни того, ни другого у новоиспеченных сельских жителей пока нет. Не выделяют им и кредит в банке на развитие личного подсобного хозяйства. Так как в семье трое детей, а зарплата мужа всего 7 тысяч рублей. А получить ипотеку, как молодая семья, они не могут по возрасту. Тем не менее, Смирновы не отчаиваются. Женщина уже собирает документы, чтобы поступить в технику. Екатерина Кудинова, Адель Миндубаев, Вести, Татарстан, Менделеевский район.